За самым главным документом, паспортом, а также оформлением и сменой регистрации по месту жительства, брещане и жители Брестского района привыкли обращаться по знакомым адресам. Карбышева, 35, Янки Купалы, 108 и Советская, 6. Однако теперь сотрудники этих отделений по гражданству и миграции отметили новоселье. Все они уютно разместились на двух этажах современного здания на Партизанском проспекте, 4. Переезда ждали давно, так как в новых условиях поставленная задача будет решать гораздо проще. С 28 июля мы переехали в новое здание. У нас переехало три подразделения. Это отделение по гражданству и миграции Московского Ленинского РОВД и отделение по гражданству и миграции Брестского РОВД. Чем это обусловлено? В первую очередь, конечно, это обусловлено подготовкой к предстоящим биометрическим документам. И все-таки мы идем в ногу со временем, поэтому мы переехали для того, чтобы еще более качественно обслуживать граждан, которые обращаются в подразделения по гражданству и миграции. Напомним, что старт выдачи биометрических документов запланирован на 1 сентября текущего года. У белорусов будет выбор – оформить обычный паспорт или приобрести ID-карту вместе с биометрическим паспортом. Наряду с ID-картой еще будут у нас биометрические паспорта, они предназначены будут для выезда за границу. То есть это фактически тот же самый паспорт, первая страничка которого, там где размещается фотография, она будет в виде пластика, потому что там, конечно же, тоже имеется интегральная микросхема и тоже биометрические данные. ID-карта – это документ, который будет подтверждать личность гражданина Республики Беларусь на территории Республики Беларусь. Она, прежде всего, направлена на внутренний использование. То есть ID-карту человек изготавливает, она имеет внешний вид, чем-то похожий на водительское удостоверение, пластиковое. Там указаны персональные данные лица. Там же имеется интегральная микросхема, благодаря которой фиксируются биометрические сведения о человеке. Для того, чтобы специалисты могли оперативно оформлять документы, а посетители чувствовали себя комфортно, было закуплено новое оборудование и мебель. В ходе капитального ремонта была продумана планировка и установлена электронная очередь. Изменилось многое для граждан. Новое здание, всё комфортно. А по работе у нас, конечно, остались все те же процедуры. Делаем мы всё то же самое для граждан, что и раньше. Для удобства граждан на первом этаже оказываются машинописные услуги. За приемлемую плату все необходимые бланки заполнят на месте, сэкономив ваше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова